Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика. О главных новостях региона расскажут мои коллеги и я, Ирина Волкова. Смотрите сегодня. Угроза безопасности. В Новочебоксарске пресечена попытка подготовки теракта. Инвестиции в будущее. Сегодня в Рио главы республики Олег Николаев побывал в индустриальном парке в Чебоксарах. Полетели. Чебоксарский международный аэропорт приступил к работе после вынужденного перерыва. В Новочебоксарске пресекли попытку подготовки теракта. Со вчерашнего вечера сотрудники правоохранительных органов ограничили движение на участке дороги от завода Хевил до поселка Отлашева Чебоксарского района. Информацию о том, что в Новочебоксарске происходит что-то странное, жители города Спутника стали получать еще ночью. Кому-то пришли сообщения о том, что в городе пожар и необходимо закрыть окна. Кому-то о том, что закрыт въезд в город. В полночь присылал мне друг видеозапись с одного портала, то, что перекрыли въезд в Новочебоксар со стороны Морпосада. Естественно, это вызвало какие-то вопросы. Рядом находится Химпром, я живу рядом с таким предприятием. То, что въезд перекрыли рядом с ним, очень как-то пугает наших граждан. И мне кажется, что все обеспокоены этим событием. И, конечно, хочется узнать, что же там случилось. Со слов очевидцев, проезд был закрыт в оба направления. На участке находилось большое количество сотрудников силовых структур. Проезд к Химпрому и Хевелу был открыт. Однако, по словам очевидцев, полицейские вынуждали их разворачиваться и искать другие пути. В пресс-службе Химпрома заверили, что предприятие работает в штатном режиме, и эта ситуация с ними никак не связана. Подобные комментарии дали и представители завода по производству солнечных модулей Хевель, полигона ТБО и ТЭЦ-3. Обстоятельства происходящего прояснились ближе к вечеру. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации Почувашской Республики возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 пункта В части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту приготовления к совершению террористического акта. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России Почувашской Республики установлено местонахождение тайника с самодельными взрывными устройствами, которые были обезврежены. Следственная группа Следственного управления совместно с сотрудниками УФСБ и МВД Почувашской Республики продолжает работать на месте происшествия. Изымаются все предметы, имеющие значение для следствия, допрашиваются свидетели. Проводятся и ныне необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Количество заболевших коронавирусом в Чувашии составляет 3061 человек. Второй день подряд COVID-19 выявляют у 88 жителей республики. Общее число выздоровевших – 1319 человек, смертей – 14. С пациентами, у которых был выявлен коронавирус в Чувашии, работают более 500 врачей и 1300 специалистов – среднего и младшего медперсонала. Для их защиты в республику поступили 42 тысяч одноразовых и 400 многоразовых костюмов, 900 тысяч медицинских масок. Этого запаса медучреждениям республики хватит на несколько месяцев. Скоро троится, однако почти одна тысяча кладбищ республики будут закрыты. Такую рекомендацию дал Роспотребнадзор Чувашии. Соответствующие изменения в свой указ внес в Рио главы Чувашии Олег Николаев, продлив срок действия ограничительных мер до особого распоряжения. Это вынужденная мера. Ежедневная сводка о числе заболевших подтверждает, что расслабляться рано. Массовое посещение кладбищ может дать новый всплеск инфекции. Во-первых, это скопление народа. Во-вторых, отсутствие необходимых санитарных условий. Не везде есть возможность элементарно помыть руки. Ежедневно регистрируется 80-90 случаев заболеваний. В целях снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекции, пожалуйста, временно воздержитесь от посещения кладбищ, храмов, массовых паломничеств. Это позволит избежать многочисленных заражений и выйти республике на первый этап снижения ограничений. 3 июня национальное телевидение Чуваши будет транслировать в прямом эфире отпевание митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы, главы Чувашской митрополии, Русской православной церкви и Гражданскую панихиду. Начало в 10 часов 30 минут. Чебоксарский международный аэропорт приступил к работе после вынужденного перерыва. До 10 июня аэропорт будет работать по сокращенному графику, понедельник, среда, пятница, а с 11 числа ежедневно. Изменилась и схема передвижения пассажиров. В целях безопасности прилетевшие, минуя здание аэропорта, будут выходить через дополнительные ворота. Это сделано, чтобы исключить пересечения с ожидающими вылета. Обязательное требование для прибывших – соблюдение самоизоляции в течение 14 дней. Безусловно, все пассажиры обязаны находиться в аэропорту исключительно в масках. При себе имеются средства гигиены, значит, это санитайзеры. Возможно, могут потребовать перчатки при нахождении на борту. Находятся на стойках регистрации, на кассах, ну и в остальных местах доступных, и где массовое скопление людей, находятся дезинфицирующие средства. Везде есть наглядная агитация. Каждые 10-15 минут по громкоговорящей связи идут объявления предупреждающие. С 1 июня по указу президента страны началась выплата ежиединовременного пособия в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет. На счета более 100 тысяч родителей Чувашии уже поступили средства. Мы получили вчера, я даже не ожидала, мне подсказали, что к вам пришли, должны были прийти деньги. Я не поверила, заглянула, оказывается, действительно пришли деньги. На телефоне посмотрела, действительно пришли на каждого ребенка по 10 тысяч, 50 тысяч пришли. Супруги Сергея и Татьяна Григорьевы воспитывают пятерых детей. Старшей дочери Ксюши 15 лет, а младшей Даши 4 года. За время самоизоляции доходы семьи сократились. Татьяна продолжала работать в магазине, а вот муж вынужденно отдыхал несколько недель. Мы, конечно, очень обрадовались. Мы уже начали планировать, мечтать, кому что, сколько, как будем тратить, как будем использовать. Такую большую сумму мы используем на более крупные покупки. По мелочам не хотим растрачиваться. В прошлом учебном году в семье Григорьевых было три школьника. В следующем в первый класс пойдет еще один – Кирилл. Поэтому уже сейчас Григорьевы планируют купить школьную и спортивную форму, обновить компьютерную технику. Помощь от государства действительно почувствовали мы. Уверенность в завтрашнем дне. Не надо думать, как, что, почему, как справиться с этим. Государственную поддержку могут получить все семьи, где есть дети от 3 до 16 лет. Заявители ребенок должны быть гражданами России и проживать в стране. Именно в Чувашской республике было выплачено 1 июня единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на общую сумму 1 миллиард 500 миллионов рублей. Также по мере поступления таких заявлений мы будем принимать решения. В соответствии с утвержденными правилами в течение 5 рабочих дней будет приниматься решение. И в течение 3 рабочих дней после принятия решения перечислены средства. В целом сейчас мы работаем уже в штатном режиме. Все заявления, поступившие с 12 мая, максимально мы рассмотрели. Таких детей от 3 до 16 лет должно быть 206 тысяч детей. Больше половины заявлений из общего числа уже обработаны. Те, кто еще не подал заявление на единовременную выплату, могут сделать это до 1 октября. Татьяна Трофимова, Николай Скворцов, Республика. В городах и селах Чувашии создают комфортную среду. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» республика получила более 360 миллионов рублей. В селе Большие Яльчики появится парк и спортивная площадка, а в Шахазанах уже благоустроили парк Победы. Подробнее Рифат Ваткулин. В Яльчиках из задуманного уже готова хоккейная коробка. Всю зиму здесь шли тренировки и соревнования. Хоккейная коробка по размеру 56 на 26 – это стандарт для сельских, наверное, жителей. Но в прошлом году, в этом году зимой здесь каждую неделю на выходные здесь проводили соревнования. Стоимость контракта около 3 миллиона 700 тысяч. В прошлом году 3-400 было, но общая стоимость этого объекта 7-400. По соседству с коробкой – уличная площадка с тренажерами. Село у нас спортивное, любим играть в хоккей, бороться любим, да. Поэтому решили участвовать по этой программе «Комфортной городской среде». Потому что у нас пластиковые коробки не было, деревянные коробки, потому что сейчас уже есть такая программа, федеральная программа. Почему не участвовать в таких программах? Потому что 96% дает федеральные деньги, да. Только на смертной документации мы вложим свои местные деньги. Сейчас начался второй этап работ – благоустройство парковой территории. По периметру установят фонари для освещения. Чтобы не портить облик новой досуговой зоны, все коммуникации будут проходить под землей. Должна появиться и стоянка для автомобилей. Парковые дорожки будут из брусчатки. Здесь установят ограждения, лавочки и урны. Зеленую зону украсят цветы и кустарники. По контракту работы должны завершиться к 1 августа. Однако, если позволит погода, подрядчики намерены сдать объект чуть пораньше – в середине июля. В этом году вообще у нас подразумевается где-то около 40 объектов. Из них малое количество дворов в территории, порядка четырех. Остальное – все общественное пространство. На сегодняшний момент практически процентов 80 уже экспертизу прошли. Остались только небольшие площадки, которые на сегодняшний момент, скажем так, дорабатывают свои проекты по замечаниям экспертизы. Я думаю, до конца мая экспертиза будет пройдена и начнется уже процесс торгов. А это Шихазаны, Канарский район. Всего за один месяц здесь благоустроили парк Победы. Раньше запущенный парк жители села обходили стороной. Ни освещение, ни лавочек, ни пешеходных дорожек. Густая трава повсюду. Теперь его просто не узнать, говорят жители. Сначала привели в порядок памятник. За спиной неизвестного солдата выросла стена памяти с именами участников Великой Отечественной войны – уроженцами Канарского района. Этот парк, конечно, для сельчан, для района очень значительен. Из района ушло у нас 12 971 человек. Половина из них не вернулась. Мы должны чтить память всех участников, героев наших односельчан и жителей района. Для потомков очень важно. Они могут прочитать о своих предках, посмотреть и гордиться. Парк благоустроили на средства федеральной программы формирования комфортной городской среды. Еще часть денег была собрана в рамках проекта инициативного бюджетирования. В общей сложности на обновление общественного пространства ушло почти 8 миллионов рублей. Сложности были, потому что погодные условия, целых две недели дождики были. Но наши работники все равно, несмотря на дождь, выходили, работали, потому что мы должны были успеть 9 мая. Я рад, что в таком парке участвовал в строительстве. Мне очень приятно слышать от людей, которые проходят и говорят очень красиво. У местных властей еще много интересных идей. И они очень надеются, что жители, как и прежде, не просто поддержат их, но и будут помогать в воплощении интересных предложений. Рифат Фадкулин, Юрий Марков, Республика. Минстрой Чуваший вынес на рассмотрение коллег стратегию развития строительной отрасли на ближайшие 4 года. Она тесным образом связана с реализацией двух нацпроектов – «Жилье и городская среда» и «Экология». Обеспечение доступным жильем семей со средним достатком – одна из главных целей нацпроекта «Жилье и городская среда». Работа в регионе ведется в трех направлениях – увеличение жилищного фонда, устойчивое сокращение и расселение аварийного жилья и формирование комфортной городской среды. Сегодня более 15% семей Чувашии нуждаются в улучшении жилищных условий. Для них Минстрой предусматривает субсидирование процентных ставок по ипотечным кредитам. Большое внимание уделяют составлению проектной документации. Говоря об уже построенных объектах, Олег Николаев отметил, что многие жители Чебоксар высказывают недовольство отдельно стоящими высотками, в основном в районе ХБК и речного порта. Временно исполняющий обязанности главы региона призвал определить зоны, где ни в коем случае нельзя допускать высокоэтажную застройку, а в будущем при составлении плана развития города учитывать мнение жителей. Новое спортивное сооружение появится в селе Аликово. Район – один из немногих в республике, где до сих пор нет бассейна. Четырехполосный 25-метровый большой комфортный плавательный бассейн скоро появится на территории спортшколы Хельхем. Проект реализуется в рамках республиканского проекта «Спорт. Норма жизни». Мы особое внимание уделяем и будем уделять развитию спортивной инфраструктуры. Это по всем направлениям. Прежде всего, для того, чтобы обеспечивать массовый спорт. То есть, тем, чтобы любой желающий мог прийти, позаниматься. И именно в этом контексте и будем развивать всю инфраструктуру. Сейчас на объекте роют траншеи под бассейн и дренажную систему. Вода здесь будет артезианская. Для нее готовят отдельную скважину. Подрядчик заверил, что препятствий на пути к долгожданному жителями района объекту сейчас нет. Для укрепления материально-технической базы спортивных сооружений в 2020 году в республике выделено порядка 301 миллиона рублей на 23 объекта. При конкурсной процедуре по этому бассейну экономия республиканского бюджета 7,5 миллионов составила. И фирма «Старатель» стала победителем. И этот объект нам обойдется вместо 118 приблизительно 110 миллионов рублей. Для удобства бассейн со спортшколой соединят с теплым переходом. Учтут и потребности людей с ограниченными возможностями. Здесь сам объект будет стоить где-то 60 миллионов. Там отдельная котельная будет у этого объекта. Отдельная башня будет. Говорят, воды не будет хватать. У нас уже отдельную башню сделали. 150 метров башню уже просверлили, привезут башню, поставят. И когда дренажную систему проведут, им уже будет начало строительства. Всякие котлованы будут уже докапывать и закладывать. И в середине ноября мы должны объект уже запустить. В Рио главы Чуваши Олег Николаев поручил руководству муниципалитета взять под личный контроль ход строительства. Чтобы бассейн смог принять первых пловцов уже в новом учебном году. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика. О чистой воде в Цивильске мечтают давно. Ровно с тех пор, как в 2014 году по федеральной программе «Чистая вода» были построены новые очистные сооружения. Построены, но не введены в эксплуатацию. Ситуации разбирался в Рио главы республики. В строительство БОС на 4200 кубических метров стока в сутки были вложены более 100 миллионов рублей. Но они так и не были введены в эксплуатацию. Для полноценной стабильной работы нужно дополнительное оборудование с определенными функциями. Специалисты предлагают на первом этапе запустить только две линии на 1500 кубометров, а другие два оставить пока в резерве. Но и для этого нужны дополнительные средства. Очистные сооружения, к сожалению, для города Цивильска вообще тема очень больная. Уже много лет очень так остро обсуждаемая. Был реализован проект по строительству новых очистных сооружений. Были вложены достаточно большое количество бюджетных денег. Но, к сожалению, работы до конца не завершены. В ближайшее время планируем двигаться по двум направлениям. Первое – либо достройка этого объекта за счет применения уже более современных технологий. Второе – более кардинальное строительство новых очистных сооружений. Но, мне кажется, первое – более приоритетное. Потому что те объекты, которые на сегодняшний день построены в рамках этого большого проекта, они возможны для того, чтобы использовать их в составе комплекса очистных сооружений. Вопрос финансирования еще будет прорабатываться. Но уже ясно, что экологическая проблема в Цивильске требует неотложного решения. Несмотря на сложную ситуацию в экономике, в Чувашии работают над привлечением инвестиций. К открытию готовятся новые производства. Как обстоят дела в столичном индустриальном парке, обсуждали сегодня с выездом на место. Территория парка занимает солидную площадь. По срокам освоения ее разделили на две части. В каждой – более 23 гектаров. Первая очередь имеет уже готовую инфраструктуру. Там работают несколько резидентов. Из 10 участков занято 8. На трех промышленное производство полностью налажено. С 2015 года по 2019 включительно с 88 человек до 158 в два раза увеличили количество рабочих мест. И объем выпуска продукции увеличился больше, чем в два раза. Почему в свое время компания выбрала как площадка развития именно эту территорию? Это прежде всего созданные условия. На тот момент не было других территорий, которые были обеспечены и доступностью транспортной, и электротехническими, всеми требующими для предприятия средствами. Ну и во всяком случае налоговые льготы, некоторые, которые позволяют для индустриальных парков, мы тоже пользуемся. Вторая очередь – это 16 участков, 4 из которых пока свободны. К открытию готовится компания «Идеальная кровля». Предприятие производит кровельные изделия из тонколистового металла и строительные материалы для заборов. И государство, и собственники вложили сотни миллионов рублей в освоение новой территории. Уже сейчас создано почти 350 рабочих мест, а будет еще больше. Инвесторы заинтересованы в реализации своих проектов в регионе и не намерены от них отказываться. В целом предприниматели довольны, что есть такие площадки, которые оснащены необходимыми инфраструктурными объектами. Это дороги, газ, электрическая, вода. Но есть ряд моментов, которые надо донастроить. Это прежде всего, скажем так, оптимальное управление этими объектами, с тем, чтобы было удобно и комфортно взаимодействовать с организациями, которые обеспечивают этими ресурсами этих резидентов. Для решения этих и других вопросов в Чувашии вскоре будет создан Институт развития. Его возглавит Олег Николаев. В новой экономической реальности, считают специалисты, опорой для экономики республики должен стать инновационный и креативный бизнес. Рифат Фадкулин, Татьяна Раевская, Юрий Марков, Республика. Российское дерево 2020. В этом году название главного дерева России претендует 12 участников. Среди них 369-летний дуб, который растет в Маргаушском районе недалеко от Ильинки. Голосование проходит на сайте всероссийской программы «Деревья. Памятники живой природы» с 1 мая по 1 октября 2020 года. Победитель сможет участвовать в международном конкурсе «Европейское дерево года». Чувашский дуб фигурирует в голосовании под номером 4. Это были новости вторника. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин